Здравствуйте, уважаемые подписчики и зрители канала Бурят Монгол РФТН. Сегодня в нашей рубрике «Разговоры по пятницам» Casual Fridays мы снова встречаемся с Игорем Фрункиновым, чтобы поговорить об очень важной теме. Наверное, это одна из самых важных тем для бурят. Есть такая китайская пословица. Если ты планируешь на год, сажай рис. Если ты планируешь на 10 лет, сажай деревья. А если планируешь на всю жизнь, учи детей. Так вот, это тема сегодняшнего разговора «Образование». Здравствуйте, Игорь. Сэн бэна. Сэн бэна. Тема была объявлена заранее. Поэтому я думаю, что многим будет интересна эта тема. Мы все так или иначе имеем опыт обучения. В школе все учились, в институтах учились и так далее. Поэтому мы на собственной шкуре, на собственном опыте можем какие-то выводы делать. Сейчас, например, существует такое мнение, что в советское время средняя школа была очень хорошая, что в школе хорошо учились, что нынешняя российская школа ни в какое сравнение и нет. В какой-то части это правильно, в какой-то части нет. Я хотел бы начать с того, что сейчас очень много, очень часто в интернете попадается такая информация, что современная школа, например, в России убивает 97% гениальности у детей. Нынешняя школа совершенно не способствует развитию детей, гениев, детям. И это признают и сами педагоги, и признают психологи, признают нейрофизиологи и так далее, все разные специалисты. И на сегодняшний день совершенно очевидно, что нынешняя школа российская, она ни по каким параметрам не устраивает нас, как население. Она устраивает только, может быть, чиновников от образования, которым нужно просто отчитаться, какие-то цифры, статистику какую-то показать. Но с учетом того, что у Бурят всегда была очень большая тяга к обучению, к образованию, у нас немало случаев было, когда люди последнюю корову продавали, забивали, для того, чтобы дать возможность своему ребенку выучиться. У нас никогда не жалели Буряты денег на обучение детей. И поэтому, конечно, для нас тема образования очень такая животрепещущая тема. Я хочу начать с того, что, к сожалению, на сегодняшний день, когда мы, в целом, когда государство отдало образование на откуп только педагогов, конечно, очень сильно ограничивает возможности для развития образования. Я вам приведу маленький такой пример. Еще в советские времена была такая дисциплина, есть такая дисциплина о теории решения изобретательских задач. Ее в советское время разработали советские специалисты. Не буду в подробности удаваться. И вот нам там рассказывали, что еще в советское время, например, в начальной навчальной школе, в первом классе, например, уже тогда физиологи говорили, что дети в этом возрасте, они не могут концентрировать свое внимание больше 20 минут. То есть через 20 минут они сидят на уроке, внимательно слушают, через 20 минут у них просто чисто физиологически мозг перегружается, и они теряют концентрацию, теряют внимание, начинают отвлекаться, начинают там где-то там баловаться и так далее. Что делают обычные учители в такой ситуации? Он начинает орать на детей, начинает там строить и так далее. Не понимая, что дети не виноваты, они не плохие в данной ситуации. Это просто физиология такая. Не могут дети в таком возрасте концентрировать свое внимание больше 20 минут. Провели тогда эксперименты. Разбили урок вот 45 минут, разбили на две 20-минутки с 5-минутным перерывом. В этот 5-минутный перерыв они там, ну, детей там, игры там они подвижные делали, там, типа зарядки, там, еще что-то, ну, отвлекали детей. И после этого опять вторую 20-минутку опять проводили. И оказалось, что эффективность урока возрастает где-то процентов на 60-80. То есть это просто педагоги начальных классов просто не знают, что есть такая физиологическая особенность у детей. И я еще раз говорю, это было эксперимент, вот эти исследования проводили еще в советское время, где до сих пор первые классы, они как сидели 45 минут от звонка до звонка, так и сидят, да. И никто из педагогов из начальных классов вот эту физиологическую особенность детей не знает. Но иногда бывает, что там какие-то учителя чисто так интуитивно чувствуют, что дети теряют внимание, начинают как-то их отвлекать, там переключают на что-то, да. Ну, это зависит от педагога. А в самих методиках таких вещей нет. Так вот, на сегодняшний день совершенно очевидно, что обучение в школе необходимо начинать с того, чтобы привлекать в построение вот этой системы преподавания, особенно в начальных классах, необходимость специалистов не только педагогов, но и других тоже. Все усилия педагогов до 12 лет, да, у детей направить в первую очередь на развитие права полушария, для того, чтобы, ну, скажем так, не теряя времени, максимально развить право полушарное мышление. Вот это право полушарного мышления, это такое творческое мышление, интуитивное мышление, да. Вот, а потом уже после 12 лет, ну, фигурально говоря, уже все усилия приложить к развитию левого полушария. Так вот, оказывается, у бурят традиционное образование, традиционное воспитание как раз в этом и заключалось, что само традиционное воспитание в бурятских семьях, детей воспитывали, там, на коллегерах, там, на этих, на сказках бурятских и так далее, да. То есть оно позволяло развить, прежде всего, вот, пространство образа мышления права полушария. И само-саму систему воспитания, она тоже была, так, в какой-то степени это направлена. То есть наши предки чисто интуитивно, они развивали именно право полушария. Почему вот у бурят очень много было в начале 20 века, в конце 19 века, в начале 20 века, очень много было людей, которые там очень хорошо себе показали, получая европейское образование. То есть одни из них там очень много профессоров было там и так далее, продвигались очень активно. Потому что всех поражал вот именно живой ум бурят, да, молодых бурят, которые до 12 лет, получив традиционное образование, потом, значит, кончали какие-то там гимназии русскоязычные, поступали в университеты и показывали очень хорошие результаты по сравнению с другими, ну, с теми же русскими, например. Так вот, идея очень простая. Развивать право полушария. Но для того, чтобы развивать право полушария, то надо иметь, ну, как бы специальные средства, методики. Но нельзя сказать, что вот у нас вот сейчас, вот на сегодняшний день, да, вот в системе образования или там у педагогов нет в этом направлении совсем никаких наработок. Ну, можно сразу вспомнить, в первую очередь, вспомнить это вот образование дворян, да, домашнее образование дворян, когда вот детей дворян там, значит, собирали маленькие, ну, тот же самый царко-сельский лицейс, помни, да, или вообще домашнее образование. Там очень много было, особенно в начальных классах, было большое внимание уделялось развитию именно право полушария. Это обучение музыке, обучение, учили танцем, там, театр был, обучали, там, допустим, те же, там же самые стихосложения и так далее. Я удивился, когда узнал, что дворянских детей обучали грамоте, например, в возрасте 10-12 лет. То есть образование у них начинало где-то лет с 5-6, вот, и примерно там 5-7 лет они не умели ее писать, а все образование шло такое, напрямую от учителя к ученику, да, так, то есть они науизусть учили стихи, там, делали какие-то театральные постановки, учились, обучались музыке и так далее. Сегодня, например, уже доказано, что обучение музыке способствует развитию нейронных связей, да, то есть дети, которые обучались музыке в детстве, да, у них гораздо больше нейронных связей, а интеллект определяется именно количеством нейронных связей, не количеством нейронов, а количеством нейронных связей. Другой вопрос, что у нас очень долгое время и сейчас до сих пор обучение все музыки, да, многие дети не любят, да, это обучение, потому что педагоги подходят к детям как взрослым, да, они не учат детей как детей, они пытаются детей обучать как взрослых. И очень многие дети, они такое учение, они, наоборот, отращают от, как бы, от обучения музыки, да, они ее не любят, ненавидят. Я как раз такой пример. Вот. А вот, допустим, как это был, по-моему, Михаил Казанник или Казинник, такой знаменитый весь, на весь мир есть музыкант, который обучает музыке, играя, особенно с маленькими детьми, то есть дети, особенно маленькие, да, они же весь мир познают через игру, вот. И когда их пытаются там посадить в рамки таких взрослых или взрослого, да, они, естественно, это не воспринимают. Он обучает детей, играя. То есть он говорит, что вот, допустим, там на скрипке играет, вот жук там жужжит, там еще что-то делает, допустим, тот же самый нотный стан, можно сказать, что это провода, на которых птички сидят, да, которые там перепрыгивают, там, светочки, это с одной провода, на другой провод и так далее. То есть здесь нужны специальные методики и специально подготовленные педагоги. А когда ребенка начинает там насильно, там, с альфеджио туда-сюда, начинает там устроить, естественно, ребенку это не нравится. Вот, поэтому на самом деле проблема современной педагогики, на мой взгляд, заключается именно в том, что они, во-первых, не учат детей играть. Даже маленьких, детсадовских. То есть вот как этот Казиник говорит, надо учить людей слушать музыку. То есть это неправильно, когда считается, что слушает музыку и слушает, да, вроде, что тут такого. Оказывается, людей надо учить слушать музыку, для того, чтобы они понимали музыку. Но то же самое детей нужно, если кто-то думает, что дети сами по себе могут играть, это тоже неправильно. Детей нужно обучать и правильно играть, правильным играм. На сегодняшний день мы же знаем, да, вот эту проблему с гаджетами, да, дети маленькие уткнулись сюда и сидят целыми днями в этом гаджете. Они уже разучились играть. У них нету способности играть. А именно способность играть развивает право и полушария. Мы опять же знаем современный, допустим, тоже опыт, когда в элитных, допустим, учебных заведениях запрещено использование гаджетов вообще. Они заходят в школу, вот эти все свои телефоны, смартфоны складывают там куда-то в корзину, там что-то под замок куда-то и не пользуются этими делами. В частных школах вообще запрещено использование каких-либо гаджетов даже во время обучения. Поэтому на сегодняшний день педагоги даже, к сожалению, даже не ставят такую проблему, такую задачу, да, обучить детей играть. Детьми надо уметь играть, да. Я, допустим, всегда сталкивался с такой проблемой, когда со своими детьми, да, ну, блин, ну как с ними играть? Надо же в ребенка превратиться, чтобы играть, да, с ребенком, да. А уже когда взрослые, ну, блин, ну, сложно это дело на самом деле. Вот. И в большинстве случаев все родители, они с этим сталкиваются. Они не умеют играть со своими детьми, не могут детей научить играть. А я еще раз говорю, именно игра, она развивает право полушария. Потому что ребенок, вот он, допустим, берет там кусок какой-нибудь там доски там или что-то, и говорит, это машинка, да, играет. И ездит ее, да, и играет. А сегодняшний день, что ребенку дали маленькую машинку пластмассную, и вот он уже, ему не нужно представлять, что это машинка, да. Я-то вспомнил, как это детство, как-то шутят, да. В детстве были деревянные игрушки, приколоченные в полу, да. Ну, примерно то же самое, вот. Но в этом есть, оказывается, очень глубокий смысл, да. Потому что дети, они познают мир через игру. Вот. И это, к сожалению, не все педагоги понимают. То же самое, развивая эту мысль, очень большое значение имеет для детей умение перевоплощаться. То есть в данном случае, ну, совсем маленькие дети, конечно, там, 5-6 лет они играют, допустим, там, машинками, да. А уже чуть-чуть постарше, допустим, там, 7-8-10 лет, да, они в обязательном порядке, на мой взгляд, должны проходить через театр, да. То есть театр, это является одним из способов перевоплощения, когда ребенок играет что-то там, ну, зайчиком играет там, или там, лисичку он играет, там, или еще кого-то там играет, да, неважно, да. Это дает ему возможность развивать, опять же, свое право полушария. И недаром, я еще раз говорю, в дворянских семьях они постоянно делают театральные постановки. Да, вот, ну, сами дети, сами там, эти взрослые тоже часто говорят, да. Где у нас сегодняшний день это делается? Нигде не делается. Я в свое время, когда разговаривал на эту тему с артистами бурдрама нашего, да, я говорю, я считаю, что в каждой школе должен был театр, и дети должны в обязательном порядке проходить через театр. Они были вообще в шоке и очень сильно воодушевлены. Они говорят, это правильно, да, дети должны проходить через театр. Такое, у самого, такое чувство всегда было. Я всегда хотел себе попробовать, да, вот, ну, на сцене, там, еще что-то, ну, в театре, да. У меня вот постоянно какой-то там этот, ну, комплекс или что-то было, да, по этому поводу. Вот, я понимаю, что там вряд ли вот эти дети, которые будут ходить в театр, из них там великие артисты получатся, да. Но сам опыт, это в обязательном порядке должен быть у ребенка. Вот это опыт перевоплощения, когда он играет какую-то роль, да, когда он перевоплощается, когда он, ну, представляет что-то, ну, другого, там, героя какого-то, там, еще чего-то. Вот. Поэтому на самом деле вот таких вот, каких-то отдельных таких методик или отдельных таких способов, да, необходимых для школы, нормальной школы, их очень много. Другое дело, что они на сегодняшний день все разрознены, они не собраны в единую систему. Я вот еще один маленький пример пока расскажу. Я уже говорил, что я вот учился, такая есть дисциплина, теория решения изобретательских задач, да. Там есть такая дисциплина в рамках этого направления, да, называется развитие творческого воображения. То есть, оказывается, изобретать без развития творческого воображения нельзя. Вот есть специальные методики развития творческого воображения, которые наиболее эффективно работают именно с детьми. То есть, у взрослых развивать творческое воображение уже невозможно. Что есть, то есть. Что выросло, что называется, то есть. В Ангарске, где я учился, наши ребята, которые занимались РТВ, РТВшники, они проводили такой эксперимент в детском саду и пытались эти свои методики, какие-то там приемы на детях отрабатывать. И там произошел удивительный случай. В одной из групп была одна девочка, ну, с явным таким, явно выраженным умственным отставанием. То есть, она была, ну, у таких детей даже взгляд немножко другой. Видно, когда смотришь от такого ребенка, да, у него там взгляд такой, какой-то такой особенный взгляд. Просто получилось так, что этот ребенок с отставанием в развитии не пошел в коррекционную школу, в коррекционный детский сад, потому что его мама работала в этом детском саду, то ли воспитателем, то ли нянечкой, не важно. Она попросила заведующего взять своего ребенка в обычный детский сад. И она, значит, с обычными детьми общалась, но при этом, вот, явно вставала в развитии, в умственном развитии. Так вот, наши вот РТВшники пришли, они в этой группе проводили, есть такая методика, когда дети придумывают сказки. То есть, задается либо тема какая-то, либо герой какой-то, либо вообще они сами все придумывают, да, и дети вот сидят, фантазируют, как вот, ну, как развиваются события, ну, сказки придумывают, да. Сидят, куда пошел герой, что никакие с ним приключения случились, и так далее. И вот эта девочка, улучшена стала, она день сидит молча, смотрит, слушает, да. Второй день слушает, смолча, да. А на третий день, к концу дня, как ее прорвало, она как, давай-ка там это фантазировать, из нее как полегло это все дело. Ее остановить не могли. Но самое главное, у нее взгляд изменился, у нее взгляд стал нормальным у ребенка, понимаете, да. То есть, они вот этой своей методикой, что-то там у нее в голове, что-то там у нее то ли перемкнуло, то ли наоборот разомкнуло, да, вместе у нее открылось. Она оказалась настолько, вот у нее фантазия настолько неуемная, что она перебила всех там уцеливших детей. Так вот, ее мать, она прибежала к нашим мертвецникам, там на колени упала, говорит, спасибо большое, что вы, как вы сделали, говорит, за три дня ребенка вылечили. Я, говорит, каким только специалистом не обращалась, все только не делали, говорит, ну бесполезно, не могли. А вы за три дня ребенка вылечили, все. Он стал нормальный, здоровый ребенок. Так вот, я еще раз говорю. Наверное, это был аутический спектр. Ну, я не знаю. То есть это, может быть, это не умственная отсталость, может быть, аутический спектр, и каким-то образом действительно это помогло. Так вот, я хочу сказать о том, что... Это чудо, конечно. Наша школа, наша школа на сегодняшний день, да, она ориентируется на, как бы, ну, на средних, да, там, детей, да. И все, кто выбивается из нормы, кто там ведет себя не так, как и все остальные, да, они все признаются ненормальными. А просто есть люди, которые, ну, как бы, имеются своей особенностью у человека. Ну, характер человека там, кто-то медлительный, кто-то там немножко тормозной, кто-то там еще какой-то там задумчивый или еще что-то, да. Они всех пытаются в одну, под одну гребенку вести, да. И таким образом, ну, мы же помним вот эту историю знаменитую с Эдисоном, да. Когда его выгнали из школы, из школы сказали, что он умственно отстал, и не способный ни на что, и у дома его мама воспитала. И она еще написала, сказала, как бы, она подделала вот эту записку от директора, да, в которой написала, что у вас ведь ваш ребенок настолько гениальный, да, что ему нечего учиться в нашей школе, да ничего не может. А его выгнали за дебилизм. И она дома его воспитывала, да, и воспитала величайшего изобретателя. Понимаете, какая ситуация? То есть, на самом деле, на сегодняшний день, это действительно наша система образования, она наших детей, наших гениев гробит на корню. Вот. Поэтому наша задача сейчас... Такая система, если у нас общество тоталитарное, так и образование то... Совершенно очевидно. Поэтому мы сейчас, да, имеем возможность, используя все достижения современной науки, не только педагогики, я еще раз говорю, в обязательном порядке, это нейрофизиология, психология, еще какие-то другие дисциплины, да, вот просто создать наиболее объективную, научно обоснованную программу обучения, где бы использовали, где были учтены все вот особенности физиологического развития детей. Не только в разрезе там возраста, допустим, или пола. Ну, известно, что, допустим, мальчики, девочки, они по-разному развиваются, да, потом в разные сроки по-разному развиваются. Мы можем, мы имеем на сегодняшний день возможность, начиная с нуля, вот эту систему образования, да, используя вот эти все достижения современной науки, создать новую методику. То есть наша задача – поставить, сделать как бы политический заказ. То есть сами педагоги, они не в состоянии сделать это. Мы должны выработать некие такие параметры системы образования и сказать, вот поставить задачу перед нашими учеными, педагогами, там, врачами, там, психологами, и сказать, мы хотим вот такую-такую систему. Что хотите, то и делайте, да. То есть, ну, у нас есть, допустим, там, опыт Японии, допустим, там, японская школа, опыт китайской школы, даже опыт монгольской школы. Да, например, я был в шоке, когда видел, когда там в монгольских школах у них есть урок танцев, или в китайских школах то же самое. Целый урок они танцуют. Причем танцуют все, не так, как у нас было. Захотел – пошел, не хотел – не пошел, да, факультативно было. А там танцуют все. И монгольские школы даже на переменах, там, кроме урока, они на большой перемене выходят и впередают танцуют. Там музыка играет, они, дети просто танцуют, ради своей удовольствия. Причем танцуют вместе с учителями. Какая система. То есть, и это правильно, потому что вот это умение танцевать, да, оно не формирует в мозгу какие-то комплексы. На сегодняшний день, вот нынешняя система образования, она что делает? Она создает у детей комплексы сплошные. Вот это не могу, то не могу, это не умею, в этом не талант, там не талант, здесь не талант, где-то еще. И вот этот кон комплексов каких-то ограничений, каких-то внутренних границ, он разрастается, разрастается. И к 10-му, там, 11-му классу это получается такой жутко закомплексованный, неуверенный в себе, совершенно как бы творчески ущемленный и так далее. Это существо, которое самостоятельно, значит, оно не способно, которого нету никакого-то собственного я, которого нету какого-то творческого начала и так далее. Его все задавили, задолбили всякими разными ограничениями и прочими делами. Вот этого мы не должны допускать. Мы должны создать такую систему образования, которая бы позволила бы детям все свои внутренние способности раскрыть. И те способности, которые, значит, даже если в зачатке, то есть, да, их, наоборот, развить дальше, максимально развить. Ну, это очень близко, ну, скажем так, не то чтобы близко, а это вытекает из тех вот положений идеологических, которых мы до этого говорили, да, что нам вот досталось от наших предков, кочевой цивилизацией, в основе кочевой цивилизации лежит даже такое понятие, как свобода, категория, как свобода. Потому что кочевники и свобода, да, это как бы между ними можно ставить знак раньше. Потому что кочевник, он ничем не ограничен. Он может в любую сторону пойти, да, там, откочевать, да, фактически, да. Вот система воспитания и образования, да, вот раньше, по чем бы, она заключалась тем, что дети, они воспитывались абсолютно свободно, ничем не ограничивались. А мы говорим, что нынешняя система образования, это все построено на запретах, на ограничениях, да, на различную табу. Этого нельзя, это всегда есть не ходить, туда не ходить. Вот создают вот такую целую систему запретов. Вот. Поэтому, на самом деле, вот эта система образования, о которой мы сейчас говорим, да, она вытекает напрямую из основного, как бы, тезиса кочевников, да, о том, что свобода – это превыше всего. Это самая основная, скажем, наша, да, наша ценность, вот правильно, да, самая наша основная ценность – это свобода. И мы эту свободу должны уметь ей пользоваться. Если мы в условиях свободы пытаемся себя как-то ограничивать, мы этой свободой своей не можем распоряжаться. К сожалению, современное образование наше, да, это как раз наследие, с одной стороны, колониальной системы, а с другой стороны, это наследие, вот, оседлых цивилизаций. Все оседлые цивилизации, основная ее, как бы, особенность, да, что в оседлых цивилизациях везде строят заборы, везде строят стены, да, то есть вот у нее имеется там, плачок там, пять соток, да, мне обязательно надо построить вокруг него этот забор. Это мое. Или, допустим, город, да, он обязательно должен был иметь стены, потому что за стеной – это не мое, а то, что внутри стены – это, как бы, мое. И вот эта методика, вот, вернее, вот этот подход везде строить, везде ограничивается их, какие-то пространства, с одной стороны. С другой стороны, деление то, что это мое, это не мое, да, это, как бы, в основе оседлых цивилизаций. Для кочевника весь мир, вся территория – это все мое. А как вот у нас в свое время говорил этот Баир Тальсяев, я все время рассказываю, когда мы как-то с ним разговаривали, он говорит, вот я, как себя чувствую дома, да, мой дом – это и Серда, и Оргинский округ, и современная Монголия, и внутренняя Монголия, и вся, все степи Евразии – это все мой дом, да. Где бы я ни ходился, я всегда дома. Потому что, говорит, у меня, как, трехкомнатная квартира, говорит, он рассказывает, я в одну квартиру, в одну комнату могу месяцами не заходить. Ну, там, как там. Но это не значит, что это не моя квартира, что это не моя комната. То есть, если я, допустим, даже никогда не был во внутренней Монголии, это не значит, что это не мой дом. Я в свое время, когда первый раз попал в Лауранбатор, я именно попал, вот у меня ощущение было, что это мой дом. Я приехал в Лауранбатор, я чувствовал себя как дома. Это в Лауранбаторе я чувствовал себя как на оккупированной территории, а в Москве, слушаю, чувствовал себя как в тылу врага. Понимаете, какая система. А в Лауранбаторе именно как дома. Хотя я первый раз приехал, никого не знал там еще, да. Вот просто шел по улице, и я чувствовал себя дома. Понимаете, какая вещь. Поэтому вот подходы кочевников и подходы оседлых цивилизаций, они разные. И мы должны использовать именно те идеологические, те какие-то ценности, которые нам достались от предков, максимально научиться пользоваться ими. И, соответственно, мы должны построить такую систему образования, которая позволила бы нам максимально воспитать в детях именно чувство свободы. именно, в первую очередь, в голове. Не строить им там какие-то запреты, заслоны, какие-то там ограничения и так далее. То есть если, ну, здесь надо сказать так, что существовала раньше такая система еще у нас, у предков, когда вот до пяти лет, до пяти, до шести лет ребенок был, как говорится, считался как царь или бог, да? То есть как бы дети маленькие, до пяти-шести лет им дозволяло все. То есть если маленький ребенок что-то там играл, где-то что-то делал, да? То это считает... Ну, я вот все время привожу такой пример. Одна, я вот в интернете нашел, одна женщина русская пишет, ну, возмущение, пишет, что в Японии она там жила. И вот, говорит, рассказывает, пошла она в парикмахерскую, в салон, да? Вот что там она делала, то ли стриглась, то ли красилась, тоже не важно. И вот пришла, говорит, молодая женщина с ребенком, с девочкой. Вот, мама села там тоже на какие-то процедуры, тоже там то ли краситься, то ли стричься. А ребенок играет. А играет там такое ремонийское, и там эти всякие там косметика, парфюмерия, там баночки, скляночки всякие, там тюбики, да-да. Она, значит, давай там играть. Ну, что как ребенок? Она начала вот эти все баночки открывать, тюбики открывать, и все на себя мазать. Вот. Вся перепачкалась с ног до головы. И я, говорит, она пишет, я, говорит, сижу такая, у меня, говорит, я, говорит, вся в возмущении, вся киплю. Ну, как так? Ребенок там сидит, безобразничает, вся эта, вся испачкалась, все платье вот, испачкалась. Я, говорит, сейчас, говорит, если бы ты мой ребенок был, бы давным-давно подскочил, и бы нашлепал по жопе этому ребенку там. А ее мама, этот парикмахерс, они стоят, ноль внимания, не обращают никакого внимания на ребенка. То есть ребенок играет, это важнее там испорченного платья там или чего-то еще другого. Потому что, если вот это лишь стоит, да, в доступности ребенка, этим можно играть. то есть, то есть вот этот подход, ну, это немножко, можно сказать, азиатский подход, и не только нечисто, может быть, кочевой, хотя японцы, наверное, перворочие кочевники, чем земледельцы. Вот. Как раз это говорит о том, что вот эта культура наша, кочевая, да, когда маленький ребенок до пяти лет может делать все, что... то есть любое его действие, да, оно воспринимается как правильное. И в Монголии, например, есть такое правило или такое обычай, если, допустим, на встречу друг к другу идут ребенок, маленький, ну, там, до пяти лет, да, и взрослый, в обязательном порядке дорогу вступает взрослый. Потому что ребенок идет по своим делам, которые гораздо важнее тела, в котором он идет взрослый, да, вот он так говорит, да. Вот. И ребенок, до пяти лет, он... его вообще ничего не запрещает, его нельзя наказывать, его нельзя там как-то на его ругать, на него там еще что-то. Это не так, как у нас вот сейчас вот в России творится, да, когда маленьких детей, там, которые совершенно ничего не понимают, а там двухлетних начинает наказывать, да. Бьют по жопе там или еще что-то делать, рут на них и так далее. Тем самым они детям гробят полностью психику всю, уничтожают. Вот. И нам нужно как-то создать такую систему, пропагандировать ее, обучать взрослых, да, в какой-то степени заставлять, ломать, чтобы они не допускали таких вещей в отношении детей. То есть, мы должны вырастить здоровое население. Оно не должно быть физически каких-то надломов и так далее. Ну, уже давным-давно известно, что все маньяки, например, да, все психопаты, это комплексы или какие-то там травмы, психологические травмы, которые нанесены детям в детстве, да. Как говорится, все маньяки ведут неправильное воспитание в детстве. Ну да, там какие-то были действительно травмы тяжелые. Да, то есть, мы должны создать систему, которая бы позволяла бы... Ну, конечно, на самом деле, там все достаточно сложно, это надо с профессионалами, психологами на эту тему разговаривать, конечно, более подробно, да. Просто-напросто на сегодняшний день психологи, вернее, педагоги этим делом не занимаются. Они не используют достижения других нам. И нам надо эту ситуацию тоже как бы сломать. То есть, должен быть политический заказ, который бы заставил наших педагогов прислушиваться к мнению врачей, опять же говорю, психологов, физиологов, то есть, как бы совместными силиями создать новую систему образования. И... Я думаю, что есть действительно опыт каких-то, например, в Олдорфские школы, в Монте-Соре, даже, например, в Советском Союзе были тоже Сухомлинские, Ямана Шевили. Я думаю, что вот действительно педагоги, они должны, наверное, как-то переработать этот весь опыт. Можно, в принципе, конечно же, нужно что-то свое создавать, но в то же время опять приведу китайскую мудрость, пусть расцветают тысячи цветов, например, вот в разных странах открываются какие-то частные школы, те же Волдорфские. И я думаю, что у нас тоже могут открываться такие школы. Вот у меня просто по поводу бурятского языка есть мысль о том, что у нас действительно настолько ситуация сейчас критическая, что необходимы меры критические тоже. Я знаю лично Ивана Шамаева, который в Якутии открыл школу с преподаванием всех предметов на якутском языке. Математика, физика, в общем, биология. У них, конечно, ситуация лучше была с сохранением языка всегда, но в то же время он вовремя смог это сделать. И он как раз говорил о том, что ученики этой школы стали побеждать на всех всероссийских всемирных олимпиадах по этим точным предметам. Потому что когда ребенок двуязычный, билингвальный, в России живя невозможно не быть билингвальным ребенком, потому что ты либо забываешь свой язык и говоришь на русском языке, либо ты умудряешься сохранить благодаря родителям, благодаря таким школам свой родной язык. И таким образом ребенок действительно развивается мозг. дополнительная стимуляция стимуляция мозга и как вы верно говорили развиваются нейроны связи. и таким образом я думаю, что нам нужно во-первых пойти по этому пути, во-вторых, так как нам будет очень сложно на первых парах, то есть нужно изучить полностью опыт таких стран, как, например, Израиль. Как они смогли в своей стране полностью поставить обучение на иврите? Потому что мы ведь знаем, что первые поселенцы, переселенцы из Европы, например, из той же России, они ведь не говорили на иврите, они говорили на идише, они говорили на европейских языках, а сейчас в Израиле все говорят на иврите. Как это, как смогли этого достичь? Вот я думаю, что такой опыт нам тоже очень важен. Ну, я здесь еще раз хотел сказать, напомнить, что действительно сказать, что совсем в современной педагогике нет каких-то там отдельных достижений, да, или каких-то отдельных каких-то там прорывов, да, это действительно есть. На мой взгляд, основная проблема в том, что вот эти отдельные какие-то там в какой-то степени, может быть, случайные достижения, они не носят такой систематический саран. Вот если мы вспомнили про Монашвили, да, то в советское время под конец его, как-то под закат, такая тема была очень распространена как учителя новаторов, да, но оказалось, что вот эти методики новаторские, да, они не тиражируемы, то есть они авторские как были, так и остались, ну, что какие-то педагоги сами могли там что-то сделать, да, используя свой, как бы, свою харизму, свой там личный опыт и так далее. А всего того, что там не было такой научной системы, то есть вот эти все методики оказались не тиражируемы. Наша задача в том, чтобы с привлечением современной науки взять, собрать вот этот весь положительный опыт, который есть, да, вот, и такой разрозненный, да, и это все систематизировать, построить из этого такую, сделать такую систему, которая могла бы использоваться любым учителем, любым преподавателем, то есть создать новые методики, вот, исходя из, я раз говорю, из научно обоснованных каких-то систем. Вот, что касается бурятского языка, безусловно, опыт мировой есть по этому поводу, да, мы знаем, что есть там два или три или даже четыре положительных опыта мировой практики, когда уже практически забытые языки опять возрождались, вот, это, это безусловно так, но у нас есть, тут есть еще такая проблема, как проблема с литературным языком, мы как-то на эту тему уже разговаривали, и я разговаривал, да, вот, ну, раз речь об этом зашла, я сейчас тогда быстренько так скажу, что на самом деле на сегодняшний день как бы культивируется некоторыми людьми нашими, что вот противопоставляет литературный язык диалектов, не понимая суть проблем, потому что литературный язык это письменный язык, а диалекты это устный язык, и противопоставлять их совершенно нельзя, невозможно, потому что у устной речи, у устного языка и письменного языка совершенно разные задачи стоят, Это раз. Во-вторых, когда мы говорим о том, что у нас современный литературный язык, истинный язык бурятский создан на базе хоринского диалекта, это тоже не совсем верно. А я, когда начинал разбираться с этим вопросом, выяснилось, что по большому счету из хоринского диалекта взяты только некоторые, ну, скажем так, 80% морфологии. То есть, если говорить о лексике, о литературном языке, то она совершенно не базируется на хоринском диалекте. То есть, изначально, когда литературный язык создавали, сразу было объявлено, что лексика литературного языка входит все слова из всех диалектов. И хоринский, и хоринский, и балагатский, и всех остальных. То есть, сказать, что лексика литературного языка создана на базе хоринского диалекта, это воронье, это ложь, это искажение фактов, это неверно, это неправильно. Лексика литературного языка, я еще раз говорю, я вот со многими специалистами разговаривал, они подчеркивают, что лексика литературного языка – это общебурятская лексика. В нем входят все слова, в том числе диалект. Из хоринского диалекта взята только морфология. Ну, 80% современной морфологии литературного языка – это взято из хоринского диалекта. Это словообразование, это временные, поддержанные формы и так далее и так далее, склонения все и так далее. Вот это взято. И то не все. Что-то взято из других диалектов, из хоринского диалекта. Но основная часть – это. Поэтому вот это мнение о том, что люди, знающие хоринский диалект, знают литературный, это совершенно неправильная вещь. Я сам столкнулся с этим неоднократно, и я называю это как хоринский языковой шовинизм, когда люди, знающие хоринский диалект, разговорная речь, считали, что они знают литературный язык. Нифига подобного. Это совершенно разные вещи. И при этом они еще с высока относились к другим диалектам. Говорили, что вот ты говоришь неправильно. Меня тоже сколько раз исправляли на этот счет, да, как ты говоришь неправильно. На самом деле все слова, которые есть, допустим, в ухериле в булагатском диалекте, на котором я говорю, да, и сейчас частично говорю, да, они все входят в литературный язык. Поэтому, на самом деле, нам для того, чтобы обучать детей, да, те же самые предметы на всех, вот, допустим, смотрите, какая ситуация получается. Дети обучались в школе все предметы на бурятском языке. Хорошо знают бурятский язык. Они практически не знают русского языка, допустим, да, в свободной, независимой Бурятии. В школу закончили, куда они должны идти учиться? Они должны идти учиться в вузы, да, правильно? В институт куда-то. И куда они идут? В сегодняшний день у нас все институты в Бурятии, да, они все на русском языке. Значит, нам нужно по меньшей мере хотя бы один вуз какой-то делать на бурятском языке, чтобы они могли получить высшее образование на бурятском языке. А как мы будем на бурятском языке преподавать экономику, философию, химию, физику, математику? На сегодняшний день современный бурятский язык, литературный, даже литературный язык, не позволяет этого делать, не говоря уже о диагнозе. Я вот все время привожу такой пример. Я когда в 83-м году, 84-м или 85-м году в аспирантуру пытался поступать, сдавали там минимум по философии. У нас там объявился один товарищ, по-моему, это все-таки 85-й год был, перестройка уже, по-моему, началась, 85-й или 86-й год. Он пришел, бурят, он пришел и сказал, что я хочу сдавать кандидатский минимум по философии на бурятском языке. Чем ввел в шок буквально наших философов, еле-еле нашли там трех каких-то профессоров бурят, которые так через пень-колоду бурятский язык знали. Тогда еще у нас завкафедра был Глупсанов, имя отчество, не помню, доктор наук, трех докторов наук нашли. И вот он сдавал им видео по философии на бурятском языке. Он сказал, что вы обязаны меня принять на бурятском языке, и все, вот хочу на бурятском. И он сдал, он там сидел, там полтора часа с ними только на бурятском языке разговаривал. И он сдал, и все, и потом я у него спрашиваю, говорю, Балту, говорю, ты что, смысл-то в чем твой Димаш? Ну, явный Димаш был. Он говорит, а я хотел доказать, что на бурятском языке можно разговаривать на философские темы. Понимаете, это был, наверное, первый и последний случай, когда минимум по философии кандидат сказался на бурятском языке. Но он хорошо знал бурятский язык, литературный, что ли, обучался бурятскому языку. Так вот, я хочу сказать следующее, что потенциал в языке-то есть, безусловно. В той же самой Монголии мы знаем, что там у них вузы на монгольском языке, на холхазском диалекте, безусловно. Но это говорит о том, что нам нужно развивать свой литературный, письменный язык. А когда сейчас наши некогда товарищи пытаются замыкаться в рамках диалектов, тем самым они себя ограничивают. Они себя ограничивают в знании бурятского языка. Когда они говорят, что мы хотим изучать только свой диалект, допустим, их ригурагатский диалект или западный диалект, и нам не нужен хоринский диалект. Тем самым они ограничивают себя в знании бурятского языка. Вот эти противопоставления, вот эти диалекты, они ничему хорошему не проводят. Потому что на сегодняшний день даже хирурагатский диалект разговорный, он очень сильно обеднен. То есть фактически на сегодняшний день все диалекты, они все скатились на уровень чисто бытового языка. То есть дома там, на кухне то, что мы разговариваем, вот все этим и ограничиваются. Хотя у диалектов там есть как бы несколько частей. Это чисто разговорная речь. И есть еще такой большой, если смотреть по определению, то есть есть такой большой участок устанной речи, это фольклор. Включая там эти былины, сказания, элигеры и так далее. Которые на сегодняшний день вообще абсолютно никто из бурят не знает. Вот раньше, когда вот до революции, сразу после революции, зимой, вечера долгие, рано темнее. Чем сидели, занимались? Сидели, слушали ульгеры. Сидели ульгершины, они им и рассказывали ульгеры. И все от малого до великого их слушали. У них язык был намного богаче. Я помню, у меня один раз один филолог бурятский сказал, если бы иркутские буряты знали бы их вид булагатский диалект в рамках ГСР, у них вообще никаких проблем бы не было с литературным языком. Потому что ГСР на 95% это литературный язык. И я в свое время сам с этим столкнулся, когда я какие-то слова не знал. Я считал, что это хоринские, наверное, слова, хоринского диалекта. Я вот не знаю, потому что они хоринские. А потом, когда начал ГСР читать, оказалось, что не все там есть эти все слова. То есть я просто-напросто свой собственный диалект не знал. И все слова, которые я не знал, я считал, что они хоринские. Ни фига под углом. Большая часть вот этих слов оказалась не нашей филологатского диалекта. И такая же ситуация практически по всем диалектам. И, собственно, диалект, это слов, их не так много. Существует просто-напросто вот это различие, скажем, языковой практики. Я об этом рассказывал в одном из своих стримов, подробно говорил на эту тему. Я сейчас сильно углубляться не хочу. Мы можем отдельно поговорить на эту тему с бурятским языком. Просто-напросто я хочу следующее сказать, что, к сожалению, да, к сожалению, я не слышал нормального такого разбора, нормального такого объективного, да, непредвзятого подхода даже от профессионалов наших. Филологов там, допустим, или преподавателей бурятского языка и так далее, да, которые бы взяли по полочкам все разложили. Сказали, что в чем функция литературного языка, письменного языка, в чем функция диалекта, устного языка и так далее, да. Ну, не знаю, не попадалось мне такого. Я не знаю, почему наши специалисты молчат по этому поводу. Они вообще, вот я же это с того, что я говорю, я же не придумал. Это я, это результат общения со специалистами. Филологами, преподавателями бурятского языка, там, с учителями и так далее. То есть они в кулуарах-то с ними, когда общаешься, они все это дело рассказывают, а почему-то так выйти на люди, как говорится, да, всем объяснить, в чем, как говорится, собака порылась, да, почему-то нету такого. И я потом понял, почему. Потому что, ну, у нас, как всегда, бывает в таких случаях у многих ученых, да, сколько ученых, столько и мнений, да. То есть, как бы, они у каждого, у какого-то такое мнение, у какого-то такого мнения. Сейчас в последнее время стали пропагандировать такую вещь, что нам всем бурятам надо переходить на холхазский диалект. Я, допустим, считаю, что это неправильный подход. Надо изучать именно бурятский язык. Вот, зная хорошо бурятский язык, потом спокойно можно на холхазский перейти. Предлагается наоборот, вначале изучить холхазский диалект, а потом бурятский язык. Ну, вы знаете, как это, ставить телегу впереди лошади, да, что называется, да. У нас есть все возможности, ну, не то чтобы есть возможности, у нас есть перспективы для того, чтобы у нас появились возможности для изучения бурятского языка. Я совершенно, для меня, например, совершенно очевидно, что в нынешней ситуации, в условиях, когда бурятия колонизированы, да, как-то серьезно продвигаться в этом направлении просто невозможно. Сегодняшний день для властей России, для них выгодно, чтобы буряты не знали бурятского языка. Для них выгодно, чтобы буряты не знали свои истории. Им выгодно, чтобы буряты не знали своих обычаях. Любое усиление бурят в какой-либо сфере, да, для них, как говорится, нож острый. Для них это невыгодно. И поэтому я уже имею такое стойкое понимание и стойкое такое убеждение о том, что все эти вопросы мы можем решить только в рамках независимого государства. Вот мы можем, когда мы сами начнем формировать государственную политику, мы можем формировать государственный заказ, политический заказ в области образования, в том числе и в области языкознания, в области истории, в каких-то других направлениях, в экономике, например, и так далее. То есть мы хотим так-то и так-то привлечь специалистов, сказать, что наш политический заказ, политическая воля вот такая. Нам нужно иметь то-то и это. А вы давайте делайте, разрабатывайте программы, методики, разрабатывайте какие-то планы и так далее. Исходя из нашего политического заказа. Поэтому нам очень важно вот этот политический заказ на сегодняшний день сформулировать, выработать его, чтобы потом, когда у нас независимость появилась, чтобы мы не тратили время опять на вот эти все обсуждения. Потому что я 35 лет занимаюсь общественной деятельностью, политической деятельностью и знаю, что если там соберутся три бурята, будут три мнения. И очень сложно договориться. Потому что каждый будет отстаивать свою точку зрения. И пока вот так вот по кулаку, по стулу не стукнешь, они так и будут между собой дискутировать до бесконечности. Поэтому я еще раз говорю, что государство должно сформулировать именно политический заказ. политический и заставлять, грубо говоря, заставлять тех же самых ученых-филологов, тех же ученых-педагогов, тех же самых экономистов и так далее. Сказать, что нам нужно то-то и то-то. Все. Либо вы это делаете, либо это делают другие. Понимаете, какая вещь? Вот. Но я еще раз говорю, для этого надо просто выработать понимание ситуации. Причем во всех отраслях, во всех направлениях. Поэтому, опять же, если возвращаясь к проблеме образования, то считается, что до пяти лет, я еще раз говорю, что дети могут делать все, что угодно. Потом с шести лет примерно до двенадцати лет как раз идет развитие права полушария. То есть вот с возраста шести до двенадцати лет в этот промежуток надо приложить максимальные усилия, максимальные методики различные, подходы для развития права полушария. Но это не значит, что там детей не надо учить писать и читать. Хоть за это отвечает левая полушария, но тем не менее все усилия сократить все остальные. Ну, умею там читать, писать, четыре арифметических действия умею делать, складывать, вычитать, делить, умножать и все на этом, грубо говоря. Все усилия направить на развитие права полушария. Чтобы дети все проходили, всех детей обучали музыке. Все дети должны пройти через театр. Вести такой предмет, как придумывание сказок. То есть дети все должны пройти через это. Чтобы они, ну, предмет такой ввести. Придумали сказку, чтобы каждый ребенок, там, домашнее задание, домой. Идешь домой, в школу возвращающий должен придумать сказку. Либо с каким-то конкретным героем, допустим, или герой какого-то там придумать сам, да, или так далее, допустим. Обязательном порядке детей надо обучать стихосложению. То есть, как вот этих вот в Старском селе, этих Пушкина и прочих товарищей там обучали. Они же все проходили, у них у всех был предмет стихосложения. И сколько там у них поэтов там получилось из этого, и одноклассников Пушкина. Только не один Пушкин, там, Юхельбекер писал стихи, там, еще кто-то там писал стихи, там. Я уж не помню эти фамилии, да. Там же целая плеяда поэтов была. Поэтому стихосложение, оно вырабатывает тоже, вот, воображение развивает. Вот вводить вот такие необычные предметы, да, предмет, просто как предмет. Предмет пошел, вот, театр, предмет стихосложения, предмет сказки придумывать, предмет музыку слушать, да, предмет музыку, обучаться музыке и так далее, там подобное, в игре, на музыкальных инструментах и так далее, там подобное. То есть все вот эти предметы, методики должны быть направлены на развитие правополушария. Я еще раз говорю, на сегодняшний день разрозненно, вот, в современной педагогике есть разные способы, отдельные такие, да, кусочки для развития, вот, ну, творческого воображения, правополушария. Их можно все собрать в одну кучу, да, вот, построить некую систему из него, сделать там 10, 15, 20, 30 предметов, допустим, которые развивают те или иные, скажем так, творческие какие-то способности у детей, вот, и просто-напросто, вот, заставлять в какой-то степени детей, ну, для предметного периода, конечно, заставлять, но все должны проходить через это. В рамках самого предмета, да, нужно найти такие подходы к детям, чтобы детям было интересно этим делом заниматься. То есть это же должно все быть в игровой форме, особенно, когда дети совсем маленькие. То есть там не подходят такие методы обучения, как для взрослых, например. То же самое касается изучения, допустим, бурятского языка, допустим, или любого другого иностранного. Когда мы говорим, билингвисты, да, там имеют больше нейронных связей, чем те, которые знают один язык, а если дети будут знать, там, три языка, допустим, четыре, ну, не даром вот этих дворянское обучение, да, они же знали, кроме того, что кроме русского, там, и латыни обучали, изучали и греческий, и древнегреческий, и там, и французский, и немецкий, и так далее. Они по пять-шесть языков знали дворяне. Это тоже не просто так. Поэтому в наше время, в современном мире, допустим, знание английского языка – это обязательно. То есть это расширяет возможности человека, да, то есть у нас, так, как у нас обучают сейчас английскому языку в нашей школе, в наших школах, допустим, да, или в российских школах, будем так говорить, ну, общеизвестно. Вот я вот 15 лет изучал английский язык, сейчас вот в Америке живу, блин, ни хрена ничего не понимаю и ничего сказать не могу. Мы должны, если обучать иностранным языкам, должны обучать грамотно, то есть это результат должен быть. Если ребенок изучает английский язык, он должен его знать, а если он изучает бурятский язык, он должен его знать, а не то, что там галочку там поставили где-то, да, вот урок прошел, там оценку какую-то тройку поставили, и все нам лишь бы, лишь бы, лишь бы, да, вот. Поэтому вот надо менять просто подходы к образованию. И я еще раз говорю, нам нужно сформулировать именно государственный заказ. Мы должны, в конце концов, понимать, что мы хотим получить на выходе. Вот, например, опять же возьмем такой вопрос, такой пример, как вот, ну, говорили о советской школе, да, говорили, вот, советская школа, хорошо, да, хорошо давали знания. Но на сегодняшний день, например, совершенно очевидно, много новых знаний каждый день появляется, что знать все невозможно в простатусе. Невозможно. И на сегодняшний день на передние планы выходят такие вещи, как методики получения знаний. То есть важно на сегодняшний день детей научить знания эти находить. В том же самом интернете, там, или в книгах, там, еще где-то, да. То есть обучать не знаниям, а умением эти знания добывать самим, да. Каким-то, не просто знаниям, а еще раз говорю, каким-то навыкам, навыкам анализа. Уметь читать книги, уметь, получать, анализировать, как-то там все это, там, не знаю, даже конспектировать, не знаю, там, какие-то там выжимки делать и так далее. Вот учить учиться. То есть мы должны детей научить учиться, чтобы они потом могли спокойно не просто получать знания, они могли с этим знанием правильно распорядиться. Правильно их проанализировать, правильно их как-то там дифференцировать и так далее. Поэтому вот это на сегодняшний день важно для школы. Это как раз вот, когда речь идет о развитии левого полушария. То есть мы должны не просто так впихивать в эту маленькую голову детскую, да, вот просто знания тупо так набивать, да, как мешок соломой, да. Это не та ситуация, не то развитие у нас цивилизации на сегодняшний день. Поэтому... Кстати, я вспомнила по поводу гаджетов, да. Несколько лет назад я присутствовала в Варшавском университете на такой дискуссии интересной о гномах. Ну, в общем, это такая была культурологическая дискуссия. И в конце профессор Кеневич сказал, что проводилось в Польше исследование психологическое. И ученые пришли к очень таким тревожащим выводам, потому что, вот согласно результатам этого исследования, дети разучились... То есть у детей очень сильно снизилась эта способность к воображению. Вот об этом и есть. Это из-за того происходило... То есть из-за чего это произошло, из-за чего это происходит сейчас в современном мире, из-за этой перенасыщенности информации, из-за того, что дети постоянно с гаджетами, или они смотрят телевизор, они смотрят постоянно мультфильмы, они смотрят какие-то фильмы, блокбастеры, сказки. Всё это визуально им как бы даёт уже готовые образы, и у них не остаётся... Они не считают. Когда дети перестают читать, они теряют способность к воображению, потому что у них уже есть эти готовые образы, которые им вложило телевидение, вложил интернет. И таким образом, в общем-то, чтобы вернуть детей, вернуть детям детство и воображение, нужно как-то действительно ограничивать в школах, в детских садах пользование этими гаджетами и прививать любовь к сказкам, чтобы они слушали сказки, чтобы они начали их читать сами, чтобы у них развивалось воображение. Вот такой вот... И ещё один момент. Вот вы говорили тоже, что государству выгодно, чтобы буряты не говорили на бурятском языке, чтобы они забыли язык, забыли корни, забыли культуру свою и свои ценности. И обычно таких людей принято ругать и называть их манкуртами. Но я просто хотела бы вспомнить, что у Чингиса Айтматова манкурт – это жертва. Это раб, которого изувечили, которого пытали, и там выживали в этой пытке единицы, и они превращались в манкуртов. То есть это вот этот желудок верблюда, который насаживали на голову, выбрасывали человека в пустыню, и затем вот эта кожа высыхала на черепе, и она въедалась в череп, и человек, естественно, получал очень тяжёлую травму мозга, и он забывал полностью, кто он, откуда он. И в результате этот манкурт, ну, в легенде, которую передаёт Чингиса Айтматов, он не узнал свою мать, и он убил её. И вот когда мы говорим о том, что вот эти люди, те люди – это манкурты, мы их ругаем, но мы должны всё-таки также помнить, что это тоже жертвы. Это именно жертвы, изувеченные империей, изувеченные, они превращённые в бессловесных рабов, и они становятся вот такими вот людьми, которые убивают собственный народ. Можно помнить, наверное, ещё такой опыт, который был в Османской империи, когда турки, они брали маленьких детей, покорённых народов, тех же самых европейских народов, и как раз в возрасте 5-6-7 лет, и воспитывали их в своём духе полностью. Они полностью обучали их турецкому языку, и делали из них... А еще дальше рме, да, делали янычарок. Эти мамлюки, мамлюки так называемые, они делали из них воинов, и использовали их как раз для... ну, кушечное мясо, что мы говорим, да. То есть они именно маленьких детей вот так вот воспитывали совершенно в новых ценностях. То есть он был совершенно по внешности, был, допустим, как русский, как европейец, да, а при этом он имел полностью как бы внутреннее содержание, у него было турецкое. Поэтому, как бы, таких примеров в истории человечества много, когда вот именно... именно они были именно жертвы. То есть они не сами по себе, не специально так себя вели, не по доброй воле. И вот в этом отношении буряты тоже являются жертвой, безусловно. Сегодня офигение обвинять бурят, что они не знают бурятского языка в условии, когда невозможно бурятский язык выучить, да, когда отсутствует образование на бурятском языке, когда нету словарей тех же самых, когда нету тех же самых пособий. Ну вот возьмем такой пример со словарями, да. Я был просто-напросто шокирован в свое время. Я в свое время, когда начал, озаботился вот этими словарями, первое, что он мне нашел, это, ну, более такой он был распространенный, это словарь, русско-бурятский словарь, да, это Черемисин. Это в 70-м году. Вот такая вот обложка такая у него была, как немножко бежевая такая обложка 70-го года. А бурятско-русский словарь последний, да, был словарь, ну, в советское время выпущенный. Это в 59-м году был выпущен. Бурят-монгольско-русский словарь. Этот вообще библиографическая редкость, его очень сложно было найти. Я вот много усилий приложил к тому, чтобы словарь такой найти. А эти словари, они должны быть в свободном доступе. Так вот. Они должны быть в интернете, они должны быть, мы должны тоже сделать что-то вроде Google Translate. Когда еще не было интернета, вот в 90-х годах, вот этот вопрос постоянно ставился в словарях. Все-таки под давлением общественности вот эти словари были выпущены. Они были там, по-моему, в двух томах или во сколько томах, да, не помню. Но объявили там, что они выпущены, все нормально. А где? В магазинах нет. Я начал интересоваться. Зашел на кафедру Бурятского языка, в этот как он... А еще тогда кафедра Бурятского языка на Бурятском факультете существовало. Я зашел там к знакомому преподавателю. Он говорит, как мне этот словарь такой найти? Он говорит, да мы тебе сейчас найдем. Ну, по блату тебе. Я говорю, а куда он девался-то? Он говорит, а весь тираж для параметрии ты выкупил? Я говорю, а зачем они его выкупил? Они его выкупили, они его теперь дарят всем гостям, которые приезжают в Бурятию. Вот москвичи, там еще кто-то приезжает, они ему в подарок эти словари. Я говорю, а нахрена им эти словари? Зачем вот этим русским чиновникам, которые в Москве живут, зачем? Ну, вот они вот такой подарок такой решили сделать. Знаете, выпустили словари для Бурят, дарят их московским чиновникам. Выкупили весь тираж. Есть это москви у наших чиновников или нет? Я был вообще в шоке. Как так, говорю? Нам не хватает. Ну, когда они вот приняли такое решение, взяли и выкупили. Я говорю, дарить им больше нечего, что ли? Вот до смешного доходит, что называется. Понятно, что когда появился интернет, когда появились электронные словари, немножко ситуация как-то стала полегче, но электронные словари, они все-таки на сегодняшний день, на мой взгляд, они очень слабые словари. То есть они не дают там несколько там, скажем там, ну, у каждого слова есть несколько там смыслов, да, несколько там переводов и так далее, там, в зависимости от контекции и так далее, и тому подобное. Да, если мы слова смотрим, там... Маленького очень объема, да, там не хватает объема. Вот. То же самое касается, когда речь зашла методика. Ведь у нас, когда речь, когда вот это были бурятские школы, да, преподавались, бурятский язык преподавался в школах, там бурятский язык преподавался для детей, знающих бурятский язык. То есть их обучали только читать, писать. Это как вот в школе русский язык, да? Мы же не обучаем, в школе же там никто не обучает русскому языку. Там обучают писать, читать на русском языке. Вот. Поэтому вот эта методика, которая была, она была методикой для читать, писать, для либ, знающих бурятский язык. А методика преподавания бурятского языка как иностранного, ее никогда не было, и до сих пор ее нет. Нормальная, утвержденная там министерством образования и так далее. Причем самое же очевидное, что для взрослых нужна одна методика, для детей нужна другая методика, для лиц, которые не знают бурятский язык, одна методика, для лиц, которые как бы, ну, продолжающие изучать бурятский язык, ну, совершенствующий бурятский язык, да, другая методика и так далее и так подобное. Вот посмотрите, полмира говорит на английском языке, а тем не менее этих методик, их десятки, сотни методик преподавания английскому языку. Понимаете, какая ситуация? Да. А у нас по всему дичьи ни одной методики нету преподавания бурятского языка, к сожалению. Я знаю, что у нас энтузиасты неоднократно там пытались создать такие методики на базе всяких разных там других методик и так далее, да, но я никогда не слышал, что в этом участвовало государство. Нет политического заказа, никто никогда не финансировал людей. Ну, объявили бы конкурс, объявляем конкурс на методику преподавания бурятского языка, как иностранного, для детей, для взрослых, поставим бы там премии какие-то там и так далее и так подобное. Ну, нету такого. Понимаете, как? Сейчас денег нет, да, то есть у них есть деньги только на войну. Поэтому все эти, конечно же, планы, все эти планы политические заказы, все программы, вообще и систему образования нужно, естественно, полностью, действительно полностью все перезапускать, переделывать и как бы снова строить с самого начала. И все это, естественно, ляжет на плечи молодого бурятско-монгольского государства. Да, потому что, но у нас есть сейчас возможность хотя бы понять проблему, как бы ее сформулировать, по меньшей мере, да, осознать, что такие, какие проблемы существуют. И мы можем на сегодняшний день наметить пути решения этих вопросов, по меньшей мере. Что когда независимость получится, что мы сразу могли без каких-то предварительной подготовки, без предварительных каких-то слишком больших дебатов, дискуссий многолетних, да, сразу, практически сразу выработать какое-то решение, какой-то закон, какое-то там постановление и так далее, какое-то решение, там, какой-то конкурс или еще что-то, да, уже предметно работать. То есть, чтобы быстро не рассусоливая, как говорится, не затягивая там на многие годы эту проблему, быстренько-быстренько ее решать. Потому что, конечно, совершенно очевидно, что вряд ли мы сможем с самого начала получить идеальную методику, допустим, элементарную, идеальную программу. Это и вряд ли получится. И стремиться получить что-то идеальное, это нет никакого смысла. Нам надо создать основу, рыбу, скелет некий, да, который со временем, с практикой, да, наращивать, да, куда-то выносить изменения, подключить к этому вопросу, к этому творческому процессу учителей бурятского языка, например, или вообще учителей в широком смысле, да, педагогов, там, врачей, специалистов других разных, да, чтобы они подключились к этому. То есть, это должно быть коллективное творчество. А на сегодняшний день, я еще раз говорю, мы очень часто сталкиваемся с ситуацией, когда творческая инициатива снизу, опять же, учителей, педагогов, она не находит поддержки со стороны государства, к сожалению. Потому что это государство, оно не заточено на результат, оно заточено только на, на какие-то там галочки статистических, каких-то там документов, на статистику какую-то, да, на, лишь бы, лишь бы там, на, чтобы чиновник там отчитался вовремя, да. Вот, поэтому надо менять нам подходы, да, государственные, уже сейчас проникаться этим, да, какие-то заботиться этим всем, да, выработать, я еще раз говорю, вот, какие-то там направления, подходы к этому, ко всему. Вот, и это надо делать буквально во всех отраслях, буквально во всех отраслях и в образовании. Вот мы только сейчас, мы начали говорить фактически только о средней школе, да, и то мы только самого, только-только начало затронули. А у нас еще есть старшие классы, у нас еще есть вузы, вузы, современные вузы России, в Бурятии, в частности, это же ни в какие ворота не лезет. Да, я сам учился в технологическом, я знаю прекрасно эту ситуацию внутри. Когда у нас в учебниках, да, вот мы учили, я учился в 70-80-х годах, у нас в учебниках было оборудование, которое там, фигуреры оборудовали 30-х годов. И они все, преподаватели все говорят, что вы этот оборудование не найдете. Действительно, очень важное, огромное, и это только начало нашего разговора, начало нашей работы на самом деле вот в этом направлении. То есть, мы знаем, что у нас есть прекрасные специалисты, есть прекрасные филологи, есть педагоги, и в общем-то, например, если касается филологов, я сама знаю нескольких человек, которые высочайшего уровня специалисты, и я думаю, что все они, конечно же, большие патриоты Бурятии, и когда бурятское государство поставит перед ними задачу, они обязательно выполнят ее с огромной радостью. Спасибо огромное за этот разговор. Спасибо. До свидания. До свидания.